x5 диалог продолжает свою работу и сейчас мы поговорим об устойчивом развитии вместе с марией мария добрый день добрый день в конце сентября x5 обновила стратегию устойчивого развития вы не бросаете эту тему наоборот продолжаете и ставите новые цели что поменялось какие новые направления появились поделитесь пожалуйста да спасибо за вопрос можно сказать что стратегии мы приняли кара с неделю назад стратегия уже до 25 года горизонт планирования такой основные приоритетные направления не поменялись это все также планета наша работа с экологией с упаковкой соответственно с почкой поставок наша работа с сообществом все что связано с благотворительностью со здоровьем и с сотрудниками непосредственно со стратегией можно более подробно ознакомиться на сайте sgx5.ru но в целом нужно сказать что следуя тренда мы усилились с точки зрения наших социальных проектов их стало больше и конечно не потеряли фокус на ответственность почки поставок следуя собственно национальному тренду и национальному регулированию в том числе в части упаковки я сегодня как раз рассказывал на кругом столе по стм об изменении законодательства в этом направлении то есть но это фокус он достаточно актуально как x5 помогает поставщикам быть устойчивее и вообще почему поставщикам все-таки внимательно изучать вот эту стратегию поэтому вот почему для поставщиков это важно на ваш взгляд ну помогать мы стараемся всяческим образом во-первых мы оказываем методологическую поддержку если брать кейс с упаковкой то специально для наших поставщиков и совместно с ними мы создали такой гайд про который мы достаточно много и часто говорим от рекомендации по экологичной упаковки в которых поставщик в общем-то может найти для какой категории какая упаковки является экологичными выбрать и собственно произвести какие-то шаги мы проводим большое количество коммуникационных мероприятий вебинаров на нашей платформе партнерс общем-то оказываем экспертную поддержку с точки зрения вот например в прошлом году был некий такой провал связан с санкциями в части ухода некоторых упаковочных решений мы достаточно быстро зная и понимая всю экспертизу и всех поставщиков на рынке собрали такое мероприятие на котором представили импортозамещение можно сказать тех вариантов упаковки которые ушли и представили нашим поставщикам дали конкретные контакты кому можно обойти обратиться для того чтобы собственно этим экологичным решением воспользоваться и нужно так что именно поэтому в том числе и наши полки не остались пустые на покупатель это никак не отразится что касаемо того где вы как эксперт максимально сами можете влиять стм которую все-таки заказываете соответственно там какой процент стм уже работает на перерабатываем упаковки может ли вот такой цифр поделиться да смотрите это порядка 50 процентов это как бы та цель которую мы ставили себе для стратегии двадцать третьего года и в январе двадцать четвертом доведем итоги сегодня на круглом столе мы рассказали что цель по упаковке на двадцать пятый год будет выше для товаров стм это будет уже 60 процентов и мои коллеги из коммерческого блока рассказали о конкретных дальнейших шагах в частности изменение тз на собственной торговой марки и расширением блока экологичной упаковки который станет рекомендательной обязательной для некоторых для большинства категорий условно сейчас для поставщика который в стратегии видит себя поставщиком и партнером x5 очень важно уже готовиться к таким вещам готовится к изменениям и на самом деле почему важно следить за стратегией потому что она дает и некие преимущества поставщику то есть это если брать опять же этот кейс упаковкой то например покупатели перекрестка очень следят за экологичной упаковкой мы наблюдаем там в чеках тех категорий которые являются наиболее в рту высокими эти покупатели они очень следят за какими-то экологическими решениями можно сказать даже что голосуют рублем какие еще плюсы нашего сотрудничества например в области устойчивого развития мы не только оказываем патологическую поддержку где поставщик может соответственно сократить используемый ресурс или требуемый ресурс на сорсинг чего-то но еще и мы стараемся стимулировать поставщиков переходить на ответственные решения вот в частности в этом году в начале мы совместно с вербанком запустили программу зеленый факторинг смысл программы в том что поставщик пройдя рейтинг по ответственности почки поставок в зависимости от полученной категории может получить скидку на скидку по-моему 75 байсных пунктов насколько я помню как раз к услугам по факторинг да ну еще хотелось напомнить то о чем я говорила на нашем круглом столе про изменения в законодательстве которые говорят о том что чем экологичнее упаковка изменения какие изменения имеют дует изменение в части роба обсуждение которого мы наблюдали мне кажется на протяжении очень долгих лет и вот в августе 23 года все-таки новая концепция была принята пока нету методика к сбора пока нету расчетную именно ставки коэффициентов но тем не менее в дискуссиях очень отчетливо слышится повышение этих коэффициентов существенное поэтому чем экологичная упаковка тем собственно цена на ее будет меньше и она меньше будет отражаться в конечном цене товара и собственно потребители этого не заметить ну на фоне всех инициатив которые связаны с маркировкой и прочим мы понимаем что если есть какой-то тренд есть уже какое-то направление развития и по квалификации каких-то действий в этом плане то в любом случае она будет внедрено не может не так быстро но мы же видим уже сколько лет в итоге до в итоге его достаточно быстро приняли тренд очень четкий очень понятный всем это не только в общем-то увеличение коэффициентов и к сбора и увеличение собственно грузки ответственности на производитель упаковки импортеров но еще есть обсуждение дискуссия про список запретов некоторых категорий список сейчас состоит из 28 категории запрету тип упаковки запрету он постоянно как трансформироваться дискуссии но уже ощущается что он может реализовать реализоваться какое-то ближайшее время в каком-то уже виде плюс видно стимул от регулятора с точки зрения наличия вторичного сырья в упаковке использования уже есть даже перечень товаров с обязательным использованием вторичного сырья и регулятор всячески старается стимулировать то производители которые используют вторичное сырье в производстве они получают меры господи же ну и в завершении уже насколько сложно управлять источным развития такой большой компании как x5 group и внедрять новые проекты а также помогает ли с этим технологии инновации в каких коллаборациях вам приходится участвовать с вашими коллегами внутри компании для того чтобы но правильным образом имплементировать эту информацию к ним я отмечу что практически на протяжении всех интервью что я брала довольно часто особенно у топ уровень ну как у коллег которые стратегии разве и занимаются они естественно проезжено называют то есть я понимаю что вас работа хорошо получается но все-таки про сложности про вызовы и про инновации очень приятно слышать что у коллег все-таки это такой знаете красной линии идет сквозь коммуникацию но наверное про сам процесс это ровно такой же процесс как с любым другим процессом внутри большой компании да мы стараемся всячески запускать новые треки как-то поиск из же инновации которые помогают нам достигать целей сделать нашу эффективность более эффективные прошу прощения за тавтологию и конечно мы стараемся автоматизировать процессы вот только процесс отчетности то есть любой сотрудник руководитель устойчивого развития большой компании понимает насколько это сложный процесс собрать с огромного количества юридических лиц большой перечень показателей чтобы их заверила аудитор и вот как раз в этом году мы завершили первый этап автоматизации сейчас у нас автоматизированные показатели на финансовые по двум торговым сетям это все что связано с нашими отходами образованием отходов и все что связано с нашей ресурсоэффективностью с потреблениями тепла и энергии под агент ну что ж мы вам успехов надеюсь что новые проекты которые там будет уже готовить двадцать пятом и далее годах тоже будут увидеть уменьшиваться тем успехом которые вы или теми результатами которые вы задумали мы таким образом поговорили про и жить тем одни простая но еще раз те кто системно хотят и планирует работать с крупными игроками вы об этом должны всегда думать потому что только с теми кто действительно поддерживает такого рода направления можно и нужно работу можно и нужно дальше двигаться крупным игрокам x5 диалог таким образом а завершает свою работу здесь и сейчас для нас это смотри было последнее уже интервью в завершении конференции изучайте те материалы которые мы подготовили для вас в рамках данного мероприятия и внедряйте все идеи для того чтобы продолжать развиваться спасибо